Ирландский сеттер бесспорно одна из самых красивых собак в мире. А все благодаря длинной яркой каштановой шерсти. Тем не менее, внешность – это не все, чем могут похвастаться эти собаки. Ирландцы – отличные спортсмены, а мягкий характер позволяет им легко вписаться в семейную жизнь. Ирландский сеттер – собака, которая была выведена в первую очередь для охоты. Она не всегда имела свою эффектную красную шерсть. Изначально она была бело-красного окраса. Но чем чаще собаки появлялись на выставке, тем популярнее становился именно каштановый окрас. Сегодня ирландский сеттер все еще используется в охоте. Но в то же самое время это прекрасная собака-компаньон. И все чаще она выступает именно в этом качестве. Это утонченные и красивые собаки с ласковым и дружелюбным характером. Щенки этой породы созревают достаточно поздно. И вы должны учитывать, что это самые настоящие проказники. Мы на старте рекомендуем пойти в магазин и купить достаточно много ему игрушек сразу. Потому что у нас в их комнате есть много игрушек. Они с ними играются. И им, как правило, не надо идти в шкоде диван погрызть. У них есть свои косточки, уточки, мисочки, канаты. То есть им этого предостаточно. Ирландский сеттер веселый, игривый и ласковый. Всегда готовый провести время с вами. И если вы его не развлечете, то он пойдет искать развлечения сам. А вам это может не понравиться. Ирландские сеттеры подходят людям, которые предпочитают проводить время на улице и в движении. Это собаки с большим количеством энергии. И поэтому владельцы должны обеспечить своим питомцам выход этой энергии. Они требуют ежедневных физических и интеллектуальных нагрузок. Длительные прогулки, игры в мяч, плавание и, конечно, бег. Это то, что в вашей жизни должно быть постоянно. Большие длительные прогулки, чтобы собака приходила после прогулки. Часа 3-4 она спала. Все остальное, то есть она такая, уже как бы ждала вашего прихода, чтобы опять спасти гулять. Глядя на этих собак, понимаешь, что поговорка «уставшая собака – хорошая собака» как нельзя лучше к ним подходит. Эти питомцы даже во взрослом возрасте ведут себя как щенки. Они выносливы, быстро восстанавливаются, готовы бегать 20 часов в сутки с небольшими перерывами и очень хотят, чтобы вы бегали вместе с ними. Во время прогулки все-таки это не лениво вокруг своего дома, своего района. Взять, покидать ей палочку, покидать ей игрушку, она будет ее приносить, тем самым собака выбегается. Собака хорошо впишется в семью, где есть маленькие дети. Но оставлять их наедине без присмотра не стоит. Сеттер, играя, может случайно толкнуть ребенка. Вы всегда должны контролировать их общение и следить за тем, чтобы и дети не сделали собаке больно. Это очень ласковая собака. Вряд ли из нее получится хороший охранник. В лучшем случае она подаст голос и предупредит вас, что происходит что-то подозрительное. Но сама предпочтет держаться на расстоянии. Обучение ирландского сеттера должно начинаться как можно раньше. В первую очередь вы должны установить контакт со своим щенком. Сделать это правильно вам поможет кинолог. Щенки могут быть слишком активными и озорными. А потому опытная рука тренера вам просто необходима. Хотя бы на первых порах. При этом ирландский сеттер очень любит занятия за своим хозяином. Поэтому при правильной постановке обучения у вас не возникнет проблем с дрессировкой. То есть собака сеттер, она очень сильно направлена на своего хозяина, ориентирована на свою семью. С сеттерами можно пойти на прогулку и их можно спустить с поводка. И собака будет бегать в моем радиусе и она не убежит. Вы обязательно должны социализировать свою собаку. Это значит, что с ней нужно гулять в разных местах. Она должна знакомиться с другими людьми, слышать всевозможные звуки. Первый год в жизни собаки очень важен. Чем больше она узнает в этом возрасте, тем увереннее и смелее будет, когда вырастет. Эти собаки линяют умеренно, однако их шерсть склонна к образованию колтунов. Поэтому вам необходимо как минимум 4-5 раз в неделю их вычесывать. Но вы можете подстричь своего сеттера, и тогда расческа вам нужна будет раз в 15-20 дней. Чтобы получить здоровую собаку, никогда не экономьте на щенке. Не покупайте собак без документов. Ищите питомники, которые смогут дать вам консультацию по выращиванию щенков, оказывают консультационную поддержку на протяжении всей жизни вашей собаки и готовы предоставить полный пакет документов, метрику или родословную, ветеринарный паспорт с отметками о вакцинации и договор купли-продажи. Хорошо, если у родителей щенка будут сделаны тесты на основные заболевания. В нашем питомнике в Легдере сданы полностью у всех собаки тесты на дисплазию тазобедренных суставов, на катаракту, глаз и на зооген. То есть на каждую собаку у зоогена там есть свои какие-то там критерии. Там есть как и по раку, и по эпилепсии, и по переносимости наркоза. То есть у нас у всех собак все сдано. И поэтому мы как бы максимально знаем, что проблем по сути ни у наших собак нет, ни у щенков в принципе быть не может. Ирландские сеттеры очень привязываются к своей семье и с большим трудом переносят разлуку с ней. Если вы много работаете, часто ездите в командировки, то такая порода не для вас. Большую часть времени ирландские сеттеры должны проводить рядом с человеком. Поэтому, планируя отпуск, учтите, что путешествовать вам придется вместе со своим четвероногим другом. Подпишись на мой канал, и ты узнаешь все о воспитании собак и кошек. Я рассказываю про разные породы и помогаю выбрать питомца именно для тебя. Со мной в команде работают ветеринарные врачи, кинологи, грумеры и даже зоопсихологи. Подпишись!